Все то, что в массовом порядке сейчас перерывается, вот разрыв с Родиной, отношения к ней, обида, не обида, как все отнести, если тебя Родина обидела, то есть условиного от Родины или конкретные люди, кто несет ответственность, ты являешься частью этого, именно то, что с тобой случилось, слушай, я это все пережил, ну, считай, 15 лет тому назад. Понимаешь, это как бы, я подготовленный, как морпех вашего отдела, с зарубцованной совершенно душой, и поэтому, ну, конечно, для меня вот этих вот вещей, которые для всех остальных сейчас какое-то открытие, их для меня не было, потому что основное это все-таки было тогда, а сейчас больше вот это вот, ну, три чувства, знаете, вот есть вот три ноты, три струны, извините, ваша мать, третья, стыдно-то как, и четвертая, ну, конечно, можно надеяться, что все будет хорошо, ну, ведь понятно, что это полный фиаско, вот как бы три чувства, которые, ну, то есть шок, стыд, и ощущение пропасти, и вот в этом ты летишь, это вот то, что сейчас переживается. 15 лет назад это переживалось более персонально, потому что там тогда ты как бы был один, в чем-то это было тяжелее, в чем-то было тяжелее, потому что было ощущение, что именно с тобой что-то не так, вот, понимаешь, сейчас как бы сейчас все понятно, все точки, наде, нади, все расставлено, все случилось для всех, а тогда для всех, то есть вот, были замечательные люди, они после этого продолжали ездить в Москву, они ставили роскошные театральные передачи, они вполне абсолютно там мирились со всем, что там происходит, и вот они прозрели, как бы вот сейчас, когда уже Киев бомбили, и им объявили, что Путин это диктатор, до этого они это вот как бы не замечали, а я оказался, вот в силу обстоятельств, причем как бы, ну, я же не герой, вот, самое главное, я вообще не герой, и я этого себе не хотел, у меня просто такой выбор был, между сподличать, и выполнить профессиональный долг, и, я, вроде, не буду, конечно, очень хотел сподличать, и вообще закрыть глаза, и сделать вид, что это все не случилось, или случилось не со мной, а не зря, роди ты обратно этого клиента, ну, то есть, вот, да, а потом понимаешь, ну, ты не сможешь с этим жить, то есть, значит, ты будешь отвечать себе, вот, на эти вопросы, как, почему, почему ты этого не сделал, а, вот, тогда это, в чем-то это было тяжелее, потому что в одиночку это тяжелее. Как можно назвать этот выбор? Это вопрос, прежде всего, как бы, самоуважение к себе, то есть, ты, ты же, все будешь знать, например, себя, что, ты там кого-то сдал, там, где-то отступил, просто тебе с этим жить, вот, тебе с этим жить, это рад. Второе, ты, понимаешь, это ведь осознание, что произошло, тогда вот такая персональная катастрофа, оно ведь не сразу пришло, то есть, все-таки, все-таки, второе мое преимущество сегодня, я к 2022 году подошел, как человек, без всяких иллюзий, а тогда, в 2008 году, когда, ну, ты знаешь, там, люди, которые там прожили историю дела Юкаса, они на меня, наверное, смотрели точно так же, как я смотрел на оставшихся, я тоже этого не понимал всего, но меня это не касалось, напрямую, то есть, тогда было еще какое-то количество иллюзий, и они, оно базировалось на двух таких стейтментах, которые я со временем вычеркнул своего лексикона, таких слоганов, первый, сначала, что этого же не может быть, и второй, ну, если мы это все расскажем, то, безусловно, у них другого выхода не будет, как что-то сделать, вот, весь опыт жизни с российским государством, вот, доказал две противоположные истины, может быть, абсолютно все, и от того, что ты это рассказал, ничего ровного счета не меняется, и все равно, это такой список, недавно делали коллеги, что хорошего было после СССР, чем хорошо были данные 90, ну, конечно, это открытие мира, потому что я все-таки счастливый человек, я застал, ищу тюрьму, и поэтому, когда меня из этой тюрьмы, я имею в виду СССР, выпустили, ну, я набрезился, знаешь, ребенок, родившийся в тюрьме, оказался на воле, это вот ощущение, когда вдруг ты живешь в двухмерном пространстве, а тебя выпускает, там, в одиннадцатимерное, то есть, это такое радость и восприятие, сейчас я здесь живу, там, езжу, куда хочу, такая смешная деталь, мы здесь все-таки очень ограниченно, всегда туда-обратно, ну, как будто билет туда, билет обратно, ты привязан, шаг право, шаг влево, не смысле, там никто не смотрит, то есть, первую поездку я смотрели, конечно, я поставил такой рекорд киевского университета, в то время я получил медаль на всесоюзе, в юридической олимпиаде, но она обычно из Москвы никто не выезжала, и на следующий год медаль Академии Лук за лучшую научно-студенческую работу, ну, какой-то из этих медалей, не помню, какой точно, уже полагалось такой весомый материальный довесок, собственно, видим, за который шло все сражение, то есть, победителю выдавали в качестве награды поездку в какую-нибудь сторонку соцлагеря, а это был такой болезненный вопрос, потому что, ну, для всех хотелось уехать, но я был достаточно не на хорошем счету, как-то не сложилось у меня отношение с парткомом факультета, нет, я не был диссидентом, но я как бы не был активистом, кстати, которые меня дичайшим образом раздражают, вот, википедия, прости господи, всезнающий, я никогда не был комсоргом Киевского университета, если бы я был комсоргом Киевского университета, я бы жил сейчас, и ты знаешь, комсорга Киевского университета, и вот, живу совершенно в другой жизни, и у меня нет, нет этой квартиры, ни этих заводов, ни этих возможностей, ну вот, лучше бы я им был, ну, ты пунктина, как бы нет, ну, как бы да, но нет, то есть, никогда не был, поэтому, ну, как бы участвовал в какой-то жизни, как все участвовали, не более того, и, значит, второй день, я не являюсь родственником секретаря там Савольской организации тогдашнего пастухова Бориса Николаевича, хотя, один раз, я с этого поимел свой маленький как бы суверенит, да, профит, потому что я как-то очень затрапезно ступал в комсомол, не было никаких, то есть, подал заявление, они сказали, пойдите в такой-то день в райком, и там получить, все причитайте, все, не было там этих, как в пионере, винеет, ничего, в общем, как за хлебом сходил, и я в райком пришел, там дикая какая-то очередь была, я сунулся в это окошко, ну, пришел за комсомольским билетом, и мне говорят, как зовут, я говорю, Пастухов Владимир Борисович, мне сказали, сейчас, одну секунду, и я все получил, без ученика, но вот это все, что меня с комсомолом связывает, и все, и профиты на этом закончились, поэтому у меня там не сложилось, я поссорился с секретарем парткома, гениальный, совершенно был декан, он попросил меня возглавить персональную комиссию на факультете, уже на старшем курсе, я ее возглавил, в сын секретаре парткома где-то проворовался, надо было, как бы, закрыть это дело, а дальше вот, почему я оказался, да, а потом дальше мне вот как бы, как бы совесть не позволила это сделать, я его довел, сделал публичным, потому, мне было сказано, что в партию я не поступлю никогда в жизни, я бы не то, что сильно расстроился, ну, хотя это, конечно, сильно ломало карьеру тогда, как ты понимаешь, опять, я вообще вот не был диссидентом, а словом совсем, я к этому всему относился абсолютно презрительно и абстракционно, я бы сказал, то есть, это все вызывало у меня здоровый смех, но и при этом я нигде против этого особо не выступал, как-то осознание вообще того, как же нам дулили голову пришло гораздо позже, это такой очень интересный момент, ну, и очень, короче, мне было не видать этой там поездки никогда, и тут я ее получаю таким путем, ну, там смотрели, а вот так, и вот ездили все время, и вот у меня осталась всегда тогда мечта, вот приехать на запад, вот купить билет в одну сторону, самому там, пересесть с поезда на поезд, вот, чтобы тебя не вели, чтобы ты чувствовал эту свободу, а потом пересесть на самолет, а потом, вот сейчас расскажи это моим детям, ну, это смешно, они посмотрят как на сумасшедшего, а я до сих пор, когда какой-то сложный маршрут, и я там устаю, и мне уже много лет, а я иду и наслаждаюсь, вот у меня свобода это есть, свобода передвижения, свобода передвижения, это свобода жизни оказалась, вот да, это 90-е, это, пожалуй, пока то, что не отняли, вообще, конечно, если отнимут, это будет мощнейшим ударом по, в общем, по крайней мере, моему поколению, вот единственное, такое длинное путешествие, которое по здоровью смог позволить, и успел перед пандемией, за месяц ее начало, мы, ну, с Борькой под его, как бы, естественно, дети нас возят, возят, да, мы поехали на месяц, это для меня все с новым успеха, и я ехал, ну, во многом подгоняем вот этим вот интересам о том, что, ну, это да, это будущее человечество, это вот та цивилизация, которая, вот, вот она нас и съест, и я приехал с двумя такими довольно странными, ну, в некотором смысле, облегчающими мою жизнь, это же не впечатление, это на каком-то интуитивном уровне такие флажки, которые я себе поставил, первый флажок, ей перестал болеться, я там очень очевидно понял, что количество, в общем, масса, они, она не значит так много, как-то кажется, когда смотришь на эту цифру со стороны, то есть, ты понимаешь, что эта масса, она страшна только тогда, когда она построена коробочкой, и ей придано единая воля, и эту коробочку как бы на тебя двигают, но стоит, как бы, этой единой воле ослабнуть, то это количество не имеет ничего, потому что они рассыпаются тут же, они рассыпаются тут же на неолитических крестьян, то есть, вот здесь не произошло вот этого, там есть невероятно мощная конечно, элита, но ее слой настолько тонкий, что он тоньше, чем элитарный слой в России намного, а основная масса это, это даже не средний век, это неолит, и второе, я понял, что внутри этой неолитической массы такое внутреннее ображение напряжения и такая ненависть друг к другу, что в общем и целом это рано или поздно взальет, там будет свой горбачок. Я всю жизнь был евразийцем, ну в некотором смысле, я начинал на самом деле вот в эту сторону идти, наверное, тогда, когда все эти ребята могли в свой кружка, я тогда не знал о них существования, потому что я узнал о Моглиевском кружке, о Дугине, только тогда, когда сейчас они как тараканы из всех черепов выползали, но что интересно, все померли, прости, да, что интересно, что я, не зная о них вообще совершенно ничего, я двигался в том же самом направлении абсолютно интуитивно, инстинктивно, но абсолютно как бы вот без всех этих прибамбасов косовороток, плясок в кострами, но я, да, я противостоял этой мысли о том, что вот можно взять и механистически из Европы перенести все в Россию, поставить здесь городсад, но будет расти, я тогда говорю, что мы специфическая культура, тут есть какая-то внутренняя своя органичность, свое законное развитие, эти законные как бы параллельно европейским, корнями с ними связаны, но они как бы отдельным домом, и вот в Китае я почувствовал впервые не столько особость России, сколько ее предодлежность европейской культуры, то есть достаточно было посмотреть на этого монстра и сказать европейца. Чувство Родины Хороший вопрос, ну то есть во-первых невозможно стараясь об этом не задумываться, реально, стараясь об этом не задумываться, потому что есть такие вещи, которые ты не можешь в своей жизни изменить и нечего их себе теребить, но есть вещи, которые заложены на генетическом уровне, потому что это есть какая-то связь, которая идет, там ты вспоминаешь какую-то свою родню, довольно простых, слушай, я же не аристократ по происхождению, ну или по крайней мере там после 17-го года с этой семьей купеческой проделались столько экспериментов, что там следов не осталось уже, то что откуда купеческая семья была? Ярославль, ну то есть там фамилия пастухов и город Ярославль это такие трудно разделимые понятия, поэтому мне всегда там удобно ходить, лет там 60 вообще никто старался не говорить, не вспоминать, что это было, абсолютно была пролетаризированная семья, которая в общем мимикрировала до степени полного совпадения с народной массой, и потом какие-то слухи пошли из каких-то чемоданов теток там стали выскакивать эти фотографии, ну что-то там отец говорил, там кто-то рассказывал, но он как-то ездил, там какие-то крестьяне узнавали, там говорили, о, барин приехал. Очевидно, что какая-то захудалая ветвь параллельная этой большой там копической олигархической семье пастуховых, но какие-то сохранились, вот Борька нашел даже кирпич этого кирпичного завода, который с ним не принадлежал где-то фотографии, лежит в каком-то музее, ну этого ничего не было, ну то есть для меня это вот эти вот какие-то странные воспоминания, это какая-то вот подсознательная привязанность к тому, что это твой корень, то есть такого больше ничего. Второе, это конечно связь с языком, это гораздо мощнее, то есть для меня моя русскость это язык, это и крест, и счастье, крест, потому что, ну в отличие от твоей замечательной Соня, то есть я лингвистический кретин, то есть я вот украинский язык вошел у меня, насколько я родился в Киеве, он каким-то таким естественным образом влился без всякого усилия, ну просто как бы впитался из среды, занял там место, английский с трудом втиснулся туда уже как бы но абсолютно на инструментальном уровне, ну достаточно для того, чтобы жить, но абсолютно недостаточно для творчества, а русский язык это то, во что я погружаюсь как писаться все больше и больше, у меня у меня вообще была такая смешная типология, и я в молодости абсолютно твердо был уважен в том, что цель вообще творчества это вот обязательно концентрация на какой-то новизне и вот правильности истины, то есть истина, истина это все, что возможно, истина была целью, а антиподом для меня была метафора, кто-то у меня сейчас знает, вот конечно будет ржать, то есть я исходил из такой как бы гипотезы, что метафора враг науки, я тебя знаю, но не ржу, мне кажется, что так и осталось, самому, мне кажется, что я... не всегда наукой занимаюсь, да, это правда, и для меня была очень важна вот эта четкость определения, я был под огромным впечатлением, должен сказать, что вот, я до сих пор считаю, что это один из немногих был теоретиком государства в советское время, который был теоретиком государства, а не догматиком пропагандистским, это старший Мамут, отец Мамута, Террина Соломоновича, и в общем, одна его такая, он ее не показывал, широкой публике, после него была статья, образ и понятие, образ государственной власти, как бы в науке советской, и там была очень такая потрясающая для меня мысль, которая показалась новой, о том, что есть образ какого-то явления, который схватывается нами, чувственно, эмпирически, в голове отражается трансцендентно сформироваться, а потом мы начинаем этот образ добивать, 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 то есть мы его начинаем как по сути, как бы наука для меня это как сделать из бревна буратино, то есть ты берешь этот образ, начинаешь строгать, 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 пока ты не оставляешь какой-то абсолютно внятный концепт, где ты вообще все абсолютно чувственное срезаешь и остается только определение, четкое определение, почти математическое, а соответственно люди, которые в этом случае использовали метафоры, они были для меня как бы антинаучны, потому что метафорами получилось как бы пакли, щели в домах затыкают, вот метафорами затыкаются вот эти вот дыры просвета, где вот логики не хватило, и вот для меня это было очень важно, лет до 30-35, я жил с уверенностью, что миссия моя в жизни это вот в области государства, власть, право достучаться, вылепить своего буратино. Мы же все были испорчены ленинской формулой, от эмпирического через абстракцию к более абстракцию, то есть и как бы вообще всякое опознание видело так, что вот есть какие-то факты, ты приходишь, собираешь факты, потом ты напрягаешься, думаешь, обобщаешь факты, потом ты еще раз обобщаешь, и так ты строишь теорию. И тут для меня откровение, вдруг выясняется, что теории вообще никак не вырастают из эмпирического материала. Это даже сейчас, если так вот среднему исследователю сказать, ему скажут, ерунда. А выяснилось, что теории рождаются только из других теорий, из предшествующих, путем их логических манипуляций с ними. А факты это только как вызовы, которые стимулируют рождение новых теорий, потому что в старую теорию какие-то факты не вписываются, ты пытаешься натянуть старую теорию на эти факты, не буду говорить как что на что, они рвутся, эти старые теории. Тогда ты злишься, тогда ты начинаешь изобретать новую теорию, ну не из фактов, не из обобщений, а потому что ты берешь старые теории и начинаешь достраивать, достраивать. Потом ты, наконец, достраиваешь более мощную теорию, более гибкую, ты ее натягиваешь на большее количество фактов, и как Бог смотрит, получается что жизнь идёт дальше она как всегда шире какие-то новые факты не вписываются и так ведь но ни в одном месте теория не возникает как обобщение эмпирического материала потом много лет спустя когда я думал а вот и вот выживаемость русской культуры который выживает из нами на то что ее просто рубят там каждые сто лет как срубил эту елочку под самый корешок такие садистские как бы песни и садистская культура такая же вот и рубят каждый сто лет под этот корешок она как бы вырастает и я тогда применил эту аналогию вот с теориями я вдруг понял что элиты не вырастают из народной массы опять вот точно параллельный мир такое же заблуждение вот если бы народ лишь народ и вот как бы этот народ там напрягся и родила себя там элиты потом там этих связали он напрягся новых родил потом он иссяк и все как бы дух а ничего подобного то есть я вдруг понял эту простую вещь элиты происходят из предыдущих элит элит это матрица это культурная матрица народ ее не создает народ ее подпитывает как слушать но мы же состоим все из молекул но болит ну как бы приходит уходит там у вас ели железо у нас проходила каркас остается каркас остается элит это каркас а как бы дальше это каркас и это определенная матрица дальше эта матрица она в мое представление выглядит как такая скомканная рыбацкая сеть огромная ну и сетка радится если хочешь и дальше история русского масштаба да она когтистая такая ведьма она берет и когтями эту матрицу рвет и вот тогда когда нам кажется что она и практически изорвала более пристальный взгляд показывает что она ее надорвала только в первом втором третьем поверхностном слое а матрица она из многих слоев а те слои сохранились ушли куда-то их не видно а потом они начинают регенерировать а теперь покажу на примере а вот нас в университете так много было конечно дебилов как везде но были преподаватели они учились у тех преподавателей которые преподавали еще в старом университете который подняли петражицкого юрфа киевский то преподавал то есть получается в одном поколенческом шаге как бы петражицкий вся та плеяда а она от меня то есть многих там порезали но кто-то ушел на дно как сейчас бы сказали люди в белых пальто они стали соглашательной системы уж те которые не соглашать или и мы же выжили ну то есть хорошо что они стали соглашать ну конечно там нехорошо но так получилось что они то стали вот этим материалом носителями кода для значителями кода а вот как и дальше это сам днк динозавра дальше в каких-то условиях они стали регенерировать эту матрицу и что еще происходит приходит какой-нибудь человек пустухов нет послунику случае условно говоря особо вот есть условно есть условно какой-нибудь чек у которого дедушка комбинаторец но он там всех стрелял переставил все выжил стал крупным партийным деятелем его либо все хорошо но дальше его дети окунаются в эту матрицу и они воспитываются . там возникает конфликта с одной стороны они как бы воспитываются и семьей одной стороны ходят все равно университета в университете сидят недобитки недобитки они отыгрались они отыгрались на их дети в руки стали венедиктовыми я для себя понял что важен не народ который генерирует как бы представители своих в элиту а важна матрица потому что элита будет только тогда когда не прервана до конца вот эта связь с предыдущими элитами вот если придется полностью все это конец это также похоже на теорию поэтому на самом деле если говорить там о моих о моих связи вот с культурой то есть дальше происходило погружение то есть я вот в этом мире прожил и какой-то момент я вдруг потерял интерес к истине вообще стало неинтересно потому что я приобрел интерес концептом я называл то чем я занимаюсь логически просим время когда это был но вот этот перелом для меня произошел как раз где-то концу девяностых начало нулевых то есть разочарование было а был так было общее разочарование она видимо сыграл сейчас искал по долгу наверно да это вы общий слов второе а в чем разочарование в перестройке нет ты что-то меня никогда не было очарование 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 было на какой-то момент очарование было и как-то мне все это очень до восемьдесят девятого года очень романтично все воспринимал разочарование для меня основное разочарование был кэши ельцин с песни слова не выкинь сегодня понимаешь он был не лучшим человеком познакомился с людьми которые вы знали они рассказывают там много позитивного но для меня ельцин это был человек который как бы бросил судьбу страны под ноги своей карьере когда практически меня выпихнули страны в поисках каких-то опор жизни потому что их не было я вот реально потерял систему координат какое-то время я люблю такое отчаяние потому что она была многопланным я не понимал за что жить у меня не было никаких парашютов как контрактов я полностью зависел от доброй воли как тех людей которые меня окружали непонятно было что делать было непонятно вот так чтобы своим ребенком там как ты будешь комиссию через два года а через три года ну хорошо тебе сейчас я напомню полгода если завтра скажут все до свидания ну то есть хорошо что люди оказались лучше чем обычно думают о людях понимаешь это такой вопрос то есть это реально ну вот многие те которые сегодня выезжают многие думают что я их не прекрасно понимаю просто я тогда это в одиночестве переживал просто тогда это не было массового явления то есть первое это был вот этот стресс второй стресс был как бы потеря себя как профессионалов тут мне уже в москве там чувствовал себя что я там что-то могу даже назовем что я моя профессия такая реальная который приобрел в жизни который меня кормил на консильере я не адвокат в таком в классическом понимании этого слова и и главное не очень люблю это дело ну я сумел некую свою склонность я считаю скажем так называю это у меня есть некая способность выше среднего эта способность выше среднего вычленять главное отделять его от неглавного и видеть тенденцию и когда мне надо было выживать по просто кормить семью я оказался счастливым человеком то есть я не пошел разгружать ящики на разговор потому что ей не могу со своим здоровьем а я научился каким-то образом зарабатывать на то что мне собственно бог и да на этом увене как выстраивать логику поведения до поведения то есть и я научился чуть-чуть предвидеть там развитие ситуации и тем самым многим людям скажем спасать жизни имущества за счет того что я шел поперек того что им говорили обычные там профессионалы своей области нет это будет так так и так и вас ждет это это и это ну и помогал им как-то выставить то есть это была такая как бы профессия и условно говоря очень узкий круг с кем я работал и общался но был установлен то есть я понимал там за что я живу как я живу какие-то идут я и всего это выпадаю происходит это это очень похоже на то как чиновника увольняет профессия статистически понимаешь то есть оказывается была хорошая интересная работа донесного да и не стало и как бы ничего а а кому я нужен в этом качестве где великобритания смешно там своих шестнадцатого века и всеми это родственных и писал улицка и наконец третье и самое страшное это вот как бы разрыв с языком вот разрыв с языком но вот тогда в конце девяностых в конце девяностых я уж и да вот я не договорил и и и машина сказал тут бог сказал ты как бы должен теперь все начать жизнь сначала давай университет и ты будешь там работать до будем жить на небольшие деньги но ты наконец будешь заниматься своим делом ты будешь теоретиком я пошел в гости номер один я там никому не нужен нет вот так бесплатно по прочитать лекции ради богу с утра до вечера но если бы я заикнулся о том что я хочу там получить контракт место но я думаю что меня просто бы смяли вот просто тут конкуренция жесточайший я не способен не выдерживать второе выяснилось что движение двусторонние что я посидел поговорил и вдруг я понял что мне это предельно скучно то есть во первых все равно люди занимаются не тем что им интересно а заниматься тем за что можно получить грант вот эта реальность то есть редко там конце карьеры ты можешь достигнуть как бы положение когда ты занимаешься или там случайно и люди которые получают гранты именно за то что им интересно это единицы очень вот это вот ориентирности все равно идет вечная борьба тут кусок урвать тут кусок урвать у меня с грантами есть история который закончил девяносто пятом году был такая фишка фонд удра вильсона такой понтовый который тогда выдавал гранты очень многим людям которые продавали из россии многие уезжали там остались и им страшно завидовал ну потому что я выживал все и мне хотелось вот тоже вот этого чистого ты приходишь садишься за чистый стол в библиотеке смотришь в небо думаешь а не думаешь где тебе там заработать лишние 100 долларов чтобы прокормить семью не мечешь ты мешки ты клиентами не пишешь по ночам вот тебе платят за то что ты сидишь и думать какая была абсолютно мечта и сейчас остается вот абсолютно то есть сейчас я мечтаю о том же самом и буду мечтать наверно пока живу и я написал заявку тогда один из моих очень близко товарищи владимир уехал туда он как бы показал мне где взять эту заявку не было чего в интернете отправляю письмами и я ее заполнил там был пункт там как почему хотите заниматься я написал что я хочу заниматься социокультурными основаниями российской власти и политики а что моя рабочая гипотеза состоит в том что эти социокультурные основания таковы что делают возврат к авторитарной системе и даже более жесткой авторитарной системы чем так как вы видите в конце 80 практически неизбежным и что россии придется поэтому под влиянием этих социокультурных факторов пройти вторично очень сложный период как бы выжигание из себя антидемократических элементов и что все у нас впереди его надо мне было отвечено что это абсолютно не актуальная тема которая абсолютно никого не интересует должен сказать что вообще несмотря на мою внешнюю толерантность я человек жутко обидчивый и с тех пор ни одной заявки ни в один фонд и более в американский я не подал поэтому я выложил был уйти в жизнь то есть меня я я оказался просто не форматом к сожалению огромному я всю жизнь мечтал об академической карьере но виноват сегодня могу сказать что обижаться мне не на кого просто академическая жизнь абсолютно не виновата и люди из-за там другие люди просто я абсолютнейший не формат я абсолютная кошка которая гуляет сама по себе мне там не место но это сегодня понимают тогда так не понимал и я был выплеснут в эту жизнь как только я выплеснулся в эту жизнь это означает что я ушел из института сравнительной политологии из института латинской америки где я с кавалем и где оказалось я странном положении что то есть принципе вот я девяносто седьмом году полностью прекратить писать у меня не было ни одной материальной привязки больше какому-либо научному творчеству просто я не получал то есть я ушел абсолютно свободное хлеба со временем как бы логически уже достроил это статусом адвоката но какое-то время я я бы не стал адвокат и статус брать если бы но вот отец не наставил так что модуль человек мне казалось что мне совершенно не нужно то есть специфические консультации которые оказывали они очень тогда особо не требовали у меня никакого статуса я ушел эти вольные хлеба все может был ничего не писать но я не писать не мог уж я сумасшедший пусть то я реально сумасшедший потому что любой нормальный человек в это бы не лез то есть это из меня перло и я стал писать вот с этого момента я стал писать исключительно свое удовольствие значит кого буду вспоминать но тебя тоже тебе скажу я вообще человек который создан в жизни тремя редакторами первым памятник будет это то не шмачкова журнал полис которая взяла такого странноватого мнс еще тогда спирали еще даже как бы с аспиратуры в киеве не разделался поговорил с ним в курилке предложил написать ведущий академический журнал статью и брала все что я писал слету всегда где бы я не находился и это вместе мы его потому что у меня был карблаж а таня шмачкова просто потому что она меня любила и я ушел давно из академии все но таня шмачкова брала все мои тексты ну и потом редактора и миша элина уже дальше и другие кто были после нее тоже также ко мне относились вот это меня стимулировал то есть у меня была трибуна и поскольку у меня была трибуна это не засохло но дальше у меня исчезла потребность мимикрировать и тут я понял что могу делать что вот в этой несвободе где ты вечно с высунутым языком бегаешь в погоне за каким-то рублем занимаешься кучей каких-то дел который на самом деле душа до другому лежит и тоже не правда потому что я человек азартный мне нравилось это практическая жизнь я получил свободу когда я получил свободу я понял что меня истинно не интересует меня интересуют сами вот эти игрушки концепты что они красивы сами по себе потому что то есть есть если что-то логично это важнее что она истина и вот я до десятого года пора до встречи с тобой я жил совершенно новый парадигме я говорю я занимаюсь логической поэзией пионеры идите со своими претензиями верен мой концепт или не верен мой концепт этот концепт логичен он имеет право на существование это кирпич дальше кто-то будет брать этот кирпич соединять с другим кирпичом ломать но кто-то должен поставлять я кирпичный завод я делаю логические кирпичи что вы из них построите это ваше дело то есть мне это страшно нравилось этим занимался и поэтому кто-то кто возьмет мои тексты того период поймет что это абсолютно такие как бы зациклеванные структуры где самое важное это чтобы я очень продумал я статьи продумывал годами было очень важно чтобы первое слово статьи она уже включала последнее слово то есть на самом деле я никогда статьи не писал я я статьи вязал то есть я сначала продумывал каркас и потом я начинал вязать нанизывая одну логическую связку на другую логическую связку потом где-то в середине текста я понял что у меня вяжется совершенно другое и начинал перевязывать но главная задача была следующая от первого слова до последнего этот текст должен быть вот такой логически связанной цепочкой а дальше случилась иммиграция второй удар то есть дальше случилась иммиграция дальше случился второй шок еще боль то есть это уже такая свобода как когда ты улетаешь в космос то есть ты лишаешься корней всего дальше на моем пути попадаешься ты и появляется вот это вот публицистическая трибуна который но у меня был опыт с кончаловским когда мы стали серию серию статей тогда мы с ним потом книжка вышла но вот такой минимальный он был минимальный хорошо кому да до этого в 90 тоже я какое-то время писал для мегаполис экспресс но потом это как-то забылось и в общем ну так я себе не видел и дальше вдруг политрук который буду безумно благодарен и конечно очень хотелось чтобы как-то мотор запустили вот на тут улыбку с политротом был в тот момент с потом все появилось вот на тот момент это был вот единственный такой ресурс который объединял глубину с доступностью да вот это было для меня то есть оказалось что можно можно прятать вот эти вот логические конструкции какие-то философские мысли их можно мимикрировать и можно прятать зачем-то что позволяет людям и съедать незаметно это как таблетка то есть сажали вроде бы я хихихаха сели кусочек какой-то честная вещь общем но это не было интересно вопрос ведь это честная вещь честно да абсолютно если ты же при этом никого не обманываешь наоборот просто дела но я важные вещи я тебе говорю у меня нет трибуна то есть я лишен доступа университета в российский потому что меня выгнали в западной потому что меня там никто не ждет чего я по природе по призванию своя теоретик но я себя как теоретика реализовать не смог то что только резать себя как теоретика действительно нужно либо быть как в ванец и бурский монахом ну то есть вот отвечу я человек жизнелюбивая чем буржуазные чем люблю семью ну как это не случилось не стать монахом не жалеет вот нисколько не жалеет то есть там выбирая между семьей и всеми своими призваниями выбора дознать и семья чем полная . если вообще бы ничего не написал и у меня осталась семья продавал бы считать свой совершенно счастливый человек либо второй вариант тебе жутко повезло но тебя ударцы в удар висканский центр сумел оценить тебя по достоинству и тебе выдали то что ты хотел но тнр бывает с кем-то но реже бывает с этим гуманитарными дисциплина поэтому я не смог себе там реализовать если родился может быть в англии был бы здесь своим наверно бы реализовал а я понимаю что я понимаю очень многое что я мог бы сделать чего никогда уже в жизни не сделаю но хотя бы куски какие-то а как куда мне просунуть и я стал это прятать за для сумму обложку то есть принципе ну ты лучше всех знаешь метод что редактировал то есть понятно что в половине моих статей вот эти вот уходы на стороне 3 начнет уровень они избыточны то есть фактор которого я отталкивался который привлекал ну как бы мог уместиться там в полстраницы а дальше я там уходил на второй уровень на третий и кому было интересно тут доверил вместе со мной и как бы уже погруз на самом деле он не понимал что он уходит из публицистики что его увожу оттуда то есть я должен сразу сказать что это не случайность что это абсолютно продуманная была тактика это как бы поскольку начали не очень хорошо спится то в общем это как бы продумывалось и когда я туда ушел возник новый период моей жизни в котором я пока до сих пор нахожу как-то в следующий не знаю этот период называется текст я вдруг понял что текст это не космодостаточная ценность что он красив сам по себе что у него есть своя внутренняя логика своя внутренняя красота и что вот это это как картина и нельзя разложить там на цветовую гамму там геометрические какие-то законы конечно можно все это потом описать и доказывать что мы так она работает но в конечном счете это что-то единое и я стал понимать что меня что интересует этот текст был красивый а если он будет красивый кто-то как бы автоматом ну да не я я значение 1 но автоматом это включает тогда и логику и истину то есть в этом смысле красота оказалась неким интегра на самом деле красота оказалась таким интегрирующим каким-то критерием который включил все остальное в общем как бы все последнее время я вот живу текстом древний путь теперь поскольку я оказался человеком текстов и тексты я создаю как рисую то есть я игры я их создаю на чувственном уровне при этом интегрирую уже все что это знание знаю и создавать их могу только на одном языке а язык это не только для меня ну как инструмента выражения это метод которым я думаю это бед которым я чувствую это для меня родина этот язык вот разрыв с носителем языка на расстояние 2500 миль это была самая болезненная вообще из всего что я пережил эмиграции это очень смешно вот не спать чувство несправедливости меня обидели меня не оценили моя родная страна меня ни в чем не у этого человека который боролся но с моей точки зрения за правое дело вышла как котенка просто там мои заслуги которые там были моя как бы уже мои какая-то ниша в элите связи урваны растоптаны вышел или как котенка поэтому опять вот это все казалось бы вот это да да нет 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 угнетала угнетала то что ты идешь по улице а речь не твоя это это прелесть 2 ты хочешь с кем-то выразиться мы мы с женой абсолютно одинаково селькой вот мы мы практически никогда не ссоримся но очень редко ну тут нет практически никогда что-то не считается одна из причин а мы подобрались у нас цена слова колоссальная то есть если бы любой из нас интенсивно каким-то лингвистическим макаром позволил себе выйти из берегов ну жизнь она бы не простила а я наоборот ушел в ракушке и там обиженный сидел вот такой вот и обижался до конца своей жизни поэтому у нас в общем такая жизнь и она все время мы все очень сдерживаем потому что мы стараемся слабо убирать если я в основном прокалываюсь то потом я очень долго зализываю как бы раны отползаю медленно поэтому мы же мы вообще наша жизнь на игре слов ты дальше то есть на юлька 50 процентов там то есть это мой какие-то идеи метафор который рождается и после никто не видит я еще никто не видит потому что она как-то жизнь вложила меня но наша вся внутренняя жизнь она построена на этой игре слова и тут мы оказывались если ему привыкли как тут что-то услышали тут пошутили а не можем потому что здесь свой ассоциативный ряд ты можешь выучить даже английский язык очень хорошо ну ты не можешь впитать себя это же культура с детства это уже вот более часто отучился он уже понимает также смысл и смысл а листой двойные тройные четверные а смысл это жизнь то есть и тут я живу какой-то искусственной жизнью как бы вырваны здесь смысла мои остались там смысла мои погружается в тьму египетскую а я здесь мне хорошо вроде бы ну а чё я могу сделать вот это да вот чувство родины это но я его лишился ты не сказал про трех редакторов сказал про меня третий конечно но тут я ей вынужден назвать как бы одними меня не для неразделимых то что-то это муратов-соколов конечно новая газета как вот такое трибуна трибуна как рупор для таких консультальных текстов обращены к боевому отряду широкому на высоту до широк и и не только что потому что под палитру это для думающих и спокойных 1 газеты все-таки для возбужденных то есть вот она конечно важна была потому что там вышло несколько таких текстов которые принципиально были как раз не с познавательной точки зрения с точки зрения постулирования своей нравственной позиции и то что они давали даже тогда когда ну как бы ну ты помнишь эту всю дискуссию с государством диктатура и опыт пролекториата и тогда в двенадцатом году эти все прогнозы и оценки в том числе и в первую очередь русского народа как народа по сути готового к этому к революционному националистическому перерождению вот на тот момент я фиксировал что он к нему готов и что это будет тьма и что выход из этой тьмы будет через диктатуру чем я убежден до сих пор но тогда это было очень тяжело произнести в оба конца и с точки зрения кремля но на самом деле еще больше слушать у нас кремль не самый с точки зрения цензурирования страшный день самый страшный известный цензурирование это русская интеллигенция которая на самом деле не готова воспринимать ничего что не укладывается в ее сегодняшнее клише кише могут меняться но каждый сегодняшний клише то есть это очень трудно там найти скажем так а стоять свое право писать не по крише как все стихийный такой с одной стороны стихийный не лоялист но потому что есть рефлексия есть такую там где два понимания совершенно унявно первое коммунизм это сказка то есть соответственно я в это не верю и соответственно дальше все надстройки над этим мифом они мне тоже кажутся совершенно смешными второе я не герой в принципе я не вижу альтернатив этому миру и не верю что такие бывают то есть это было до меня это было при мне я ни о чем другом не знал существуют где-то другие миры о которых я слышал по голосу америки ради о свободе но мне даже представить как они живут трудно на самом деле там моя учительница английского языка уехала работать в лондон с мужем дипломатом пару раз прислала мне фантастические те открытки из лондона они воспринимались как метеориты вот так люди рассматривают метеориты которые упали из космоса какие-то миры следы звезд ну реальности это не имело отношения поэтому абсолютно при этом конформист то есть внутренняя я вот ничто не верю но и там бороться если я собираюсь внутри этого жить без веры и я пытаюсь строить какую-то карьеру сохраняя по возможности но какие-то стихи на воспитанные исключительно в семье и литературой вот эти вот мои принципы понимаю ну то есть вот так честность подлость меня очень мучили какие-то вопросы моральные которые я книжный мальчик был но все читал мало но все очень глубоко перевариваю я могу сказать смешная дилемма которая меня изводила какое-то количество лет потому что заставляла об этом очень сильно думать это была дилемма из блокады чуговского там был главный герой академик ну такой вот русский интеллигент такой шебутной у него был сын по моему анатолий я сейчас уже не вспомнил этот анатолий он был таким продуктом классическим уже сталинской эпохи то есть этот человек вот которому все красиво и душа и тело и он как бы передовики там гтошники все и он все время в голове своей рисовал сцены геройств вот что начнется война он обязательно пойдет на фронт на этом фронте он обязательно во время там какого-то наступления выйдет из траншеи поведет там за собой солдат и там геройски погибнет а подарет гранаты то есть он мечтал а потом как бы реальность он с девушкой оказался то есть настолько быстро война мы знаем началась что там в считанные недели захватили эту лугу он оказался с девушкой на оккупированной территории там сарае его нашли поставили к стенке по моему там предложили убить какого-то другого расстрелять ресерпера стандартная ситуация потом повторенная в острове ну с малодушничал он это сделал то есть оказалось что рисовать вот то есть ты можешь сколько угодно воображение представлять что ты сможешь что ты сильный но узнать на том насколько ты реально сильный ты можешь только попробовать то есть это меня это на всю жизнь то есть я я не знаю сильные или нет то есть если я окажу сильным то это значит только потому что еще бог не послал достаточного испытания я все время живу в ожидании что будет некое испытание которое будет сильнее чем все то что я видел и это меня в такие вещи очень лучше там ну я прошел там через тяжелую болезнь я был лишен там каких-то вещей таких нормальных то есть я живу человек я очень того в душе подраться и люблю а был ограничен потому что все медицинские показания понимал что там один неудачный рывок и говоря обо всем остальном мы как бы это все быстро кончится и то есть надо было а вот выживать то есть почему такой болтливый там где достаточно одного удара в челюсть необходимо было обходиться большим количеством слов это сложнее потому что в жизни в реальности всегда проще дать челюсть и по есть там вот такой вопрос ну вот в этой ситуации когда ты не можешь проявлять такие классические формы мускулина стилочку быть мужчины ты не можешь там пойти и набить морду обидчивость об своей девушке или там как самец стать в стойку избить себя сказать она моя пришлось прости к выводу что да и я очень много об этом думал то есть что будет мужчина значит нести ответственность нести ответственность свои решения то есть приняло решение то есть умение принять решение не увиливать от решения если принял решение даже неправильно дальше отвечать на его на зубах держать ну то есть я какие-то вот эти принципы я их внутри себя воспитывал но они были такие стихийные то есть частично от семьи частично из книг и вот я пытался найти компромисс между желанием выжить в этой системе но при этом вот эти вот мой надуманные принципы вот как-то но не повредить а так как бы нормально то есть ну конечно так я понимал что надо вступить в партию правильно потом оказалось что для того чтобы вступить в партию нужно было выбрать между хорошим и плохим человеком хороший человек это был наш декан фантастический человек я о нем даже писал когда-то вспоминал юрий геннальевич матвеев фантастический человек интеллигент настоящие русские такое речайшее явление для нашего университета при всем притом провинциального университета вот такого уровня широты глядов человек вернувшийся катапультированный к нам из парижу барин из парижа приехал он работал юнеско его вычистили вместе с 42 другими сотрудниками советского юнеско это была очередная эпоха борьбы советскими шпионами и вот таким чудом у нас оказался человек очень хороший человек прогрессивных взглядов честный открытый талантливый очень рано умер потом он стал государственным арбитром ссср первым после первого съезда когда его назначили депутатом очень буквально месяц после этого умер а был секретарь парткома который был абсолютно классическим героем из весна по моему и бога волков из волги волки такой герой в нем было все органично и душа и физиономия и и и речь нормально таким портократом и он облип со своим сыном тяжелую ситуацию у меня был выбор декан который дал понять что он не видит никаких причин отмазку по этому делу делать если когда парткома который сказал так вот или партия и закрываешь персональное дело моего сына или тенью дать партию как своих ушей ну вот как вроде понятно что мне партия вообще вот никак не нужно то есть понимаешь я в это не верю ничего кроме чувства усмешка смешанная с презрением потому что вся вот эта партийная жизнь туфта суета это вызывал у меня с одной стороны смерть другой стороны на уровне какого-то амеб корсомольская жизнь курсы факультета я в этом всем участвовал потому что это надо было но там был такой билет который для меня был важным что я этим хотел заниматься аспирантура в аспирантуру надо попасть ну как бы на такой факультете как юридически это надо хочет не хочет туда надо вступить вот в это надо вступить соответственно конечно хотел вступить потому что мне надо было попасть в аспирантуру это было абсолютно функционально дальше оказываюсь перед выбором у меня на одной грани весов как бы такая понятная вещь вступаю в партию закрываю глаза на какое-то дурацкое персональное дело с уголовщиной которую нам сбросили университет случайно там органы внутренних дел не поняв что несутно сбросили с другой стороны честный декан который мне очень нравится честный такой человек как которому я симпатизирую и я понимаю что правда то на его стороне ну вот выбрал да партии не было очень расстроился пусть понимал что карьера словно стал готовиться к адвокатуре а потом выиграл эту медаль поставил перед стенкой но то есть вот две всесоюзные медали для киевского университета это все-таки было настолько тяжелое орудие что даже в общем на дух меня не перенося никто отвертеться от того чтобы дать мне место в аспирантуре не удалось решил другим путем но это все время какой-то такой выбор был это выбор между какие-то компромиссом было ли понимание да нет не было понимания то есть я вот например я читаю статью в известиях понял что это было в известиях о том что академик сахаров призвал немедленно вывести советские войска из афганистана назвав эту войну там империалистической известия написал вы конечно да весь так я при этом конечно я уже много лет спасибо папе слушаю по ночам голос америки радио свобода то есть для меня это вторая жизнь как бы штирлиц я периодически самое главное сориентироваться где что говорить то есть я все понимаю про сахар вы я знаю что это какой-то вот чудак который создал на самом деле атомную бомбу что-то вот не просто так но многого не знаю но понимаю что это хороший человек читаю эту статью в известиях про себя думаем сейчас запомнил думаю и но это перебор ну вот так вот нельзя ну потому что ну все эти мышцы резкий народ также наши парни где-то я сейчас вот смотрю с этой стороны понимаешь и думаю вот сидят люди они неплохие вот сейчас конечно украинцы говорят да всех русских да надо ну конечно да ну вот вопрос в чем что я это сейчас понимаю а когда ты в танке когда ты в танке фигуральном смысле слова у тебя вообще нет ориентиров нет к чему прицепиться ты на самом деле живешь со смещенными ты это не понимаешь в книге аккаунтируем банка но да и Продолжение следует...